Я скажу три вещи, три тезиса, может быть, не очень связанные между собой, но именно потому, что они тезисы. И первое я закольцую со своим вступительным коротким словом про невыученные уроки. Часто неспособность, зная точно исторический факт, один и другой факт, неспособность их сопоставить между собой. Пример из того, о чем я вначале говорил. Когда распался СССР? 8 декабря. Новые государства после распада когда должны иметь дату рождения? 9, 10, 20 декабря и следующий год. Что происходит? Мы поздравляем две недели назад Туркмению с образованием с 25-летием. Еще раньше Киргизию, Узбекистан, Казахстан. Оказывается, что все государства возникли до 8 декабря. Так, либо одно, либо другое. То есть это историческая арифметика. В итоге миф все равно сильнее арифметики, сильнее даты, сильнее цифры. И вот это настораживает. Это первое. Второе. История, историческая память могут напоминать омут, могут Мариинскую впадину. И мы в зависимости от сегодняшнего дня вытаскиваем из этой впадины те или иные события, факты более яркие, менее яркие. И возникает ощущение полного хаоса и дисгармонии. Почему мы страдаем об отмене одного праздника? Может быть, его не надо было и объявлять праздником? Может, это совет политикам? Не спешите объявлять то или иное историческое событие праздником, чтобы не получилось так, как с 12 июня, и потом не разберутся, что за день. Но это же не дискуссия о том, правильное 12 июня или неправильная дискуссия о советах. Поэтому я хочу, чтобы мы, как ученые, поговорили об исторической памяти как о неком явлении, у которого есть структура, особенности, закономерности. От чего зависит историческая память? От солнечной активности, от продолжительности человеческой жизни, от этнических факторов и от того и от другого и от третьего. Если мы эти факторы как-то между собой сопоставим, оказывается, события будут нанизываться уже на процесс исторической памяти, понимаемый именно как процесс. И тогда легче будет и нам жить, и ученикам, и студентам что-то объяснять. И последнее. Все-таки есть какие-то вещи, которые хотим или не хотим происходят. Традиционные историки всегда ставили на позиции, что те события, которые прошли меньше, чем 25 лет назад, это не история. Это политологи, говорили историки. Ну, была такая точка зрения. То, что мы встретились вместе, политологи и историки, говорит о том, что что-то в этих словах было правдой. Но на самом деле я хочу, что вот этот пример российско-историческое общество, общество политологов, сели вместе, и вы почувствовали, насколько интересны искры бывают от общения. Давайте добавим сюда еще социологов и юристов. Будет еще интересно. Давайте вот на стыке наших наук поищем. Если у меня сначала нашего круглого стола все больше захватывал меня пессимизм, то я, в общем-то, заканчиваю наш круглый стол ощущением предстоящей научной и общественной радости. Спасибо вам. Спасибо большое.